Девушки отдыхают У меня тренировка А давай с тобой на выходной встретимся Вечерком Давай Ну Катюша Катюха Катюша Я тебе перезвоню Ты успокойся Чего ты дергаешься Успокойся Ты в порядке Девушки отдыхают Здорово, пацаны Смотри, пацан педофила поймал, а? У него телескопа в бумажке я жахнул, а? Нигде Телескоп реальная вещь Обалдеть Себе такой же куплю Телескоп вообще тема Тоже купите в натуре говорю Вещь огонь Нормально Да и один педофил не уйдет Нужно быть бдительными и внимательными Не проходить мимо Если увидели что-то подозрительное Как подросток Защитивший девочку от злодея Так должны поступать все Вот влияние общественности Многое зависит, правильно, ребята? Вот, но тем не менее Я хотел бы вас все равно Призвать к ответственности Вот, чтобы вы ни в коем случае Не вступали там во всякие эти схватки С этими преступниками Вот, так далее Вот, просто звоните в полицию Ждете помощи Вот и все Подписчики моего канала Смогут сообщать о подозрительных личностях И все, кто будут рядом Будут спешить на помощь Вместе мы сила! КОНЕЦ 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 Так, Чехов Платон Сергеевич Я возвращался после репетитора домой А тут смотрю Платон Сергеевич лежит Мертвый Вы с погибшим знакомы? Он мой учитель по географии Платон! Платон! Так, спокойно, спокойно Боже, Господи Вар сюда нельзя Это мой брат Что случилось? Мы это выясним А вы как о смерти его узнали? Это по всему интернету разлетелось Старлей, вы минуточку подождите меня здесь Можно ваш телефончик? Да Зачем? Что-то вообще парень берега попутал Стойте, вы не имеете права Это частная собственность Я сейчас, Григорий Геннадьевич Организую на вас с дела По 244 статье Да что я сделал-то? Над ругательство над телами умерших А я бы еще присовокупил Вторую часть 294 статьи Согласен Да это вообще что такое? Воспрепятствие осуществления правосудия И производство предварительного расследования Слыхал такой? Нет Вот Не изучают они в школе уголовный кодекс А зря Да В общем так Я все почистил Если я что-то пропустил Ты уже не сочти за труд Удали сам Потому что если я еще хоть одну фотографию вижу в сети С мертвым учителем Ты пойдешь под суд Посадить не посадят Но штраф родителям придет весьма внушительно Ты меня понял? Понял, я понял Свободен пока Санитары Забирайте тело По данным пропускной системы Платон Чехов вышел из школы в 17.10 А Соболев позвонил в полицию в 17.37 Значит его убили в этот промежуток Если только из школы не вышел мертвый учитель географии Ой, скажешь, что же Так не бывает И не такое бывает Допустим, что ученики обиделись на своего педагога И нанесли ему несколько смертельных ударов Тяжелым тупым предметом Глобусом? Ну почему именно глобусом? Например, пеналом, стулом, не знаю, указкой Мало ли тяжелых тупых предметов в школе Ну то, что в школе достаточно тупых предметов, я в курсе Ну так вот Раненый географ Сокровавленный головой Да, сокровавленной головой Выходит из школы И не найдя в родном учебном заведении помощи, сочувствия Идет по направлению к дому Не обязательно же человек падает сразу же После того, как его ударили, правильно? И вот ему не хватает сил И он падает и... Вот, Платон Чехов выходит из школы И, как видишь, никаких наружных повреждений на нем нет Эх, Оксана, такую версию рассыпала Вообще не понимаю, кто мог его убить Жил тихо, врагов не было Да обычный учитель, кто мог его убить? Откуда у него враги? Я закончил осмотр места происшествия Денис Сергеевич Вы же с братом вместе в одной квартире проживали Да Нам нужно провести осмотр этой квартиры Идет и дezит Идет Идет Вõя Идет 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 Продолжение следует Не Тихо С Привет, Валь. Привет. Результаты есть? Да. Судя по форме ран, учителя забили насмерть тяжелым узким предметом. Ну а какие предположения, что это может быть? Ты знаешь, я думаю, что это телескопическая дубинка. Она оставляет довольно характерные следы. Да, я вижу. И все удары пришлись по голове. Похоже, целью нападавших было не избиение, а именно убийство. Может быть. А может быть, их было 28 человек, и все они немного увлеклись. 28? Ну, я гиперболизирую, конечно. У нас хозяин гиперболизирующего гиперболоида по штату Тихонов. Да, но в любом случае били одной дубинкой. Или несколькими, но одинаковыми. Следовательно, бить мог как один человек, так и множество. Подписчики моего канала смогут сообщить о всех подозрительных личностях. И все, кто будут рядом, будут спешить на помощь. Вместе мы сила! Телескопическую дубинку недавно использовал студент Юрий Яковлев, спасший девочку от педофила. Кажется, я слышала эту историю. Ее все слышали. Слушай, ну, большинство телескопических дубинок, насколько я знаю, приравнивается к холодному оружию. Совершенно точно. А разве можно их просто так носить? Конечно же нет. И как тогда? Именно поэтому в средствах массовой информации о дубинке не было ни слова. Понятно. Но в своем блоге юный астроном подробно рассказал, что смог обезвредить злодея только потому, что у него была с собой дубинка. А почему астроном? Ну, как же он же любит телескопы. А, в этом смысле. Наказывать за холодняк, спасителя девочки, от педофила, конечно же, никто не стал. Рука не поднялась. Нога тоже. Информация героя быстро распространилась в сети, и Яковлев стал мегапопулярным героем. Кстати, после этого произошло несколько нападений с дубинками на типы подозреваемых в педофилии. Слушай, а может быть, Яковлев создал бригаду борцов с преступностью? Ну, любители астрономии, так сказать. И они его забили в рамках этой борьбы? Думаешь, учитель педофил? Надо проверять. Дела о нападениях тоже. Учитель географии Платон Чехов забит насмерть телескопической дубинкой. Такие дубинки стали очень популярны после того, как студент Юрий Яковлев обезвредил телескопом педофила. После этого случая произошло еще несколько нападений с применением таких дубинок. ФЭС полагает, что Яковлев собрал бригаду для борьбы с преступностью. И в рамках этой борьбы убили учителя-педофила. Проходите за ширму, снимайте свою одежду и обувь. Зачем? Нет, я, конечно, не против. Вы красивая женщина, но, мне кажется, я для вас немножко мелковат. Или то, что я герой? Хватит зубоскавить, герой. Нам нужны твои одежды и обувь для исследования. Иди, иди. Вот так всегда. Переоденешься вот в это. Благодарю. Благодарю. Я этого мужика вообще не знаю. И никаких бригад я не создавал. А где были вы вчера с пяти до шести вечера? Гулял с собакой, как обычно. Где? Рядом с домом на собачьей площадке. А если кто-то может подтвердить? Понятия не имею. На одежде Юрия Яковлева нет следов крови географа. Так. А на чем есть? Увы, на его дубинке тоже нет. Вчера с пяти до шести часов вечера его телефон локализовался на противоположном конце города от места убийства. И еще, в его гаджетах нет никаких упоминаний о Платоне Чехова. Ну, это, конечно, не алиби. Я думаю, Яковлю тут ни при чем. Николай Петрович, слушаю тебя, не Мэттон. В общем, все нападавшие на подозреваемых в педофилии задержаны и доставлены. По списку пять человек. Обычные бандиты. Маскировали свой разбой под идейную борьбу с педофилами. Нападали и грабили ни в чем не правильных людей. Все покаялись и признались. Так, может быть, они географа и убили? Нет, на время убийства учителя у всех бандитов алиби. Жаль. Да, не то слово. И судя по их контактам с Яковлевым, они не пересекаются. Что с ними делать? Передавай местным, которые вели дела. По характеру и глубине повреждений я вычислила, с какой силой убийца наносил удары. Я, кажется, знаю, что с этим делать. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Ну что, как все прошло? Сила удара Яковлева значительно больше, чем сила удара убийцы. А Билл Яковлев, учитывая обстоятельства, не со всей силы. Значит, убийца все-таки кто-то из его последователей. Надеюсь, что нет. В смысле? Ну, в том смысле, что как мы будем его искать? У канала Яковлева две тысячи подписчиков, а просмотров десятки тысяч. А может, убийца просто работал под Яковлева, чтобы следствие запутать? Возможно. Ну, только кто мог желать смерти учителю географии? Не знаю. Я в его контактах не нашел ничего подозрительного. Думаю, надо начать все сначала. В смысле? Ну, проверить, так сказать, классику. Что ты имеешь в виду? Кто наследник убитого? Угу. Вот. Наследник убитого – брат. Господа стороночка, пожалуйста. Денис Сергеевич, ваша соседка рассказала, что вы позавчера с братом сильно скандарили? И вроде бы даже подрались. Да. Я сессию завалил. Мне сказали, что перейдут на платное отделение. Угу. Ты мелкий, безответственный ублюдок! И за твой институт я платить не буду! Не плати. Мне ты в суд нафиг не нужен. Это ты вообще хотел, чтобы я учился? В армию собрался? Хоть бы и в армию. Что такого-то? Давай. Ты там веревочку-то быстренько намылишь. Кому там с тобой нянькаться? Все, ладно, мне некогда. Да. Да, детка. Да, сейчас. Я выхожу уже. Угу. Да. Окей. Да. Ты что, офигел? Нет. Получается, у вас был серьезный повод злиться на брат. Это вы к чему? А давайте поедете со мной. Денис действительно не сдал экзамен по моему предмету. Угу. А перейдать пробовал? В том-то и дело, что нет. Он даже не проявил малейшей заинтересованности. А я всегда даю возможность студентам пересдать экзамен. Резонно. Денис учится из-под палки. Его только девочки интересуют. Он целыми днями чатится в телефоне. Но невозможно заставить учиться взрослого человека. Это институт, а не школа. Ну да. А как брат его отреагировал на эту новость? Плохо отреагировал. Платон Сергеевич все делал для того, чтобы Денис получил образование. Их родители были профессиональными альпинистами. И погибли восемь лет назад. Платон взял на себя заботу о младшем брате. Ему было очень трудно. Платон Сергеевич приходил ко мне. И я ему все объяснила. Записывайте. Основные преимущества телескопической дубинки. Ее компактность и простота использования. Но в умелых руках это довольно грозное оружие. Потому что удар, нанесенный в жизненно важные органы, потенциально смертелен. Записывайте. Это очень важно. Чтобы использовать телескопическую дубинку, у вас должно быть много свободного пространства. Вот так. Ну что ж, попробуем. Попробуем, попробуем. Прошу вас. Неплохо. Только немножечко... Давайте я вам помогу. Режче и вниз. Присаживайтесь. Ну, кстати, я уже попросил начальство, чтобы вам выдали такие же телескопы. Достаточно весом аргумент в критической ситуации. Да нет, Сева. Все это детский сад. Здрасте. У меня есть аргумент понадежней. Работать надо. Пять минут. Перерыв. Да вы что, я любил Платона? У меня роднее его никого нет. Точнее, не было. Да, мы часто ссорились. Да. По какому поводу? Он был помешан на учебе. Вечно меня дергал по этому поводу. Но я не мог его убить. Что вы делали вчера с пяти до шести часов вечера? Ничего. Дома сидел. Платон Сергеевич преподавал географию в восьми классах. А еще вел кружок после уроков. В общей сложности у него было двести сорок восемь учеников. Ну, надо их всех опросить на случай, если он действительно к кому-то приставал. Идите сюда. Красивая женщина? Зарина Каримова. Три недели назад она бросила Платона Чехова и уехала жить в Египет. А он что? Он очень по ней тысковал, судя по их переписке. Не умолял вернуться. Настойчиво. Ну, и чего, она прилетела из Египта и его убила? Нет. Я вообще не об этом. А о чем? Каримова статная девушка. Рубенсовских форм. Ну, есть немного, да. На три года старше Чехова. Ну да. Это как-то нетипично для педофила. Вот. Слушайте, а где Данилов? Крепко держи рукоятку и сильно маши по направлению вниз. Нет, не так. Нужно сильно махнуть, чтобы дубиночка раскрылась и сработали замки. Нужно вызвать шостки отбирания. Смотри. А что это за клуб любителей астрономии Степана Данилова? А что? Ничего. Так просто. Занимайтесь. Продолжим. Я нашел среди учеников Чехова восьмиклассницу Елизавету Вишнякову. Вишнякова, Вишнякова. Где-то я эту фамилию сегодня уже слышал. Она дочь Ангелина Павловна Вишняковой, преподавательница Дениса Чехова по литературе. И что? Дело в том, что после смерти учителя Елизавета сразу удалила свой аккаунт соцсети, которую вела шесть лет. Интересно. А с чем это может быть связано? Хороший вопрос. Денис Чехов был знаком с Елизаветой. Полгода назад она добавила его в друзья. А через четыре дня удалила. Вероятно, между ними что-то произошло. И начали! Раз, два, три! А теперь вернулись в исходное положение, сложили дубинки. Ничего себе! Ну и чтобы зафиксировать навык, еще разочек представили все, о чем я вам рассказывала и начали! Раз, два, три! На, на, Оксана, а что надо представлять? Это чисто женское. Тебе этого представлять не надо. Ну, Оксана... Дальше сами, девочки. Десять подходов, по три повторения, до полной автоматизации движения. Начали! Женщина. Мы с Лизой на таком месте на катке. Она ничего такая симпатичная, стройная. Так, детали ее внешности нас не интересуют. Что между вами произошло? Я пригласил ее на свидание. Она сказала, что ей семнадцать. А через пару дней... Ты че? Ко мне мамаша приходила, девочка этой. Лизы. Она, оказывается, твой препод по литературе. И че? Ничего. Посадить она тебя хочет. Если ты сделаешь что-нибудь с доченькой ее. В смысле, посадить? За что? Потому что ей всего лишь четырнадцать. Дебила ты, кусок. Я подумал, да она нафиг. Сойти не стал. А что вы ей сказали? Да как есть, так и сказал. Она меня сразу в блок поставила и с друзей удалила. Больше мы не переписывались. Я восстановил аккаунт Елизаветы Вишняковой. Нашел там переписку ее со студентом Кириллом Ивушкиным. Так, привет. Привет, как дела? Норма, у меня к тебе дело. Помоги достать пистолет. Тебе зачем? Для самообороны. В общем, один гад меня изнасиловал. Где это случилось? Вчера в школе. После уроков. Хочу его убить. Кто он? Мой учитель по географии. Значит, вот кто жертва учителя-педофила. ФЭС расследует убийство учителя географии Платона Чехова. Проверяют всех его учеников. Выясняют, что в день смерти учителя Лиза Вишнякова удалила свой аккаунт из соцсети. Восстанавливают переписку Лизу со студентом Кириллом Ивушкиным. Лиза жаловалась Ивушкину, что учитель географии ее изнасиловал. Ирина Константиновна психолог, и вы можете в любой момент обратиться к ней за помощью. Мы восстановили ваш аккаунт и нашли вот эту переписку. Бедная девочка. Страшно представить, что ей пришлось пережить. Похоже, у нее посттравматический стресс. Если вам нужна помощь, мы можем пригласить сюда вашу маму. Нет, не нужна мне никакая помощь. Пожалуйста, оставьте меня все в покое, прошу. Я не хочу ни с кем разговаривать. Расставьте. Вчера во время убийства учителя телефон Елизаветы Вишняковой локализовался в центре города. Вместе с телефонами трех ее одноклассниц. Нужно с ними поговорить. Степа уже к ним поехал. Хорошо. Николай Петрович, подруги Лизы Вишняковой подтвердили, что вчера после школы они вместе с ней тусили в торговом центре. Ну, конечно, я проверил. Видеокамеры их зафиксировали. В общем, по их словам, Лиза собиралась домой где-то около шести. Когда уже фотки мертвого учителя были в сети. Ну да. Ну, если не девочку убила насильника, то кто? Нужно проверить ее друга, Кирилла Ивушкина. Насколько я поняла, Лиза об изнасиловании больше никому не рассказывала. Думаешь, он отомстил за нее? Вполне мог. Ну, если, например, он был в нее влюблен. Нет, этого мужика никогда не видел. Вот эта девушка вам знакома? Нет, а кто это? Посмотрите, это ваш крепец? Нет, конечно. Какой пистолет, какое изнасилование? Я ничего об этом не знаю. А вот это вы? А, вот вы о чем. Нет, это вообще не я. В смысле? Это моя преподаватель по литературе. Я не понял. Четыре месяца назад она застукала меня в туалете, когда я совершенно случайно нашел пакет с травой. Да говорю же вам, это не мое. Я просто поднял посмотреть, что это. Давай так. Ты поможешь мне, и я обо всем заботу. Что нужно делать? Ничего сложного. Заведешь аккаунт в соцсети. Добавишь десяток друзей для правдоподобности. И вступишь в переписку вот с этой девочкой. А зачем? В воспитательных целях. Будешь узнавать про ее дела, внушать правильные мысли. Например? Что нужно учиться. Много читать. И не встречаться со взрослыми мальчиками. А лучше вообще ни с кем. Я был вынужден согласиться. Прямо-таки вынужден? Я хоть и траву случайно нашел, но проблем с деканом и полицией мне не хотелось. Она вас каким-то образом контролировала? Ну, у нее был логин и пароль от аккаунта. Я думаю, она читала переписку. Так. А что было дальше? Ну, я общался с этой Лизой в таком духе, как и обещал. Потом она позвала меня на тусовку к своему однокласснику. Я, естественно, отказался. А через пару дней она начала мне предъявлять, типа, я ее сдал. Ангелина Павловна! Аккуратно. Ангелина Павловна! Что случилось? Лиза говорит, что я ее сдал. А я вообще про никому не рассказывал. Ясно. Ты знаешь что? Ты не пиши ей больше. Тебе спасибо. Дальше я сама. Ладно. В тот же день она сменила пароль на аккаунте. Когда это было? Где-то месяц назад. Месяц назад? Но Вишнякова с Ивушкиным продолжали переписываться. Ты что не поняла? Вместо Ивушкина девочки писала ее мать. Ангелина Павловна Вишнякова. Обалдеть! Вот это коварство. Значит, девочка делилась секретами собственной матерью? И именно ей она рассказала об изнасиловании. На ваших черных замшевых ботинках замытые следы крови Платона Чехова. Это вы его убили. У меня не было другого выхода. Сомневаюсь, Ангелина Павловна. Учитывая то, как вы решаете свои проблемы. В чем это вы? Вы ввели переписку со своей дочерью от имени студента Кирилла Ивушкина. Я просто хотела знать, что с ней происходит. Чем она живет, как ее дела. Может, стоило спросить? Четыре месяца назад она перестала со мной разговаривать. В общем, мы с ним идем на свидание в пятницу. Представляешь? Девчонки умрут от зависти. Они все по Дэну сохнут. А он выбрал меня. Меня. Я так счастлива. Не понимаю, что у тебя может быть общего с этим парнем? Мам, ты чего? Он же такой красавчик. Лиза! Он старше тебя на семь лет. И что? И то. Он взрослый мужчина. А ты ребенок. Все понятно. Ну и дура же я, что тебе рассказала. Платон Сергеевич, я вас очень прошу, поговорите с братом. Но ни мне, ни вам неприятности не нужны. Если Денис Лизу хоть пальцем тронет, я его честное слово посажу. Все решу, с Денисом поговорю. К Лизе ни на шаг не подойду. Хорошо. Лиза перестала со мной разговаривать. А я хотела знать, чем она живет, что делает после школы, как ее дела. Это сводило меня с ума. И поэтому вы заставили Ивушкина подружиться с вашей дочерью в сети? А что мне еще оставалось делать? Я, как любая нормальная мать, хотела быть в курсе дочкиных дел. Понятно. Я хотела, чтобы Кирилл донес до нее правильные мысли. Что нужно учиться, готовиться к институту, помириться с мамой. То есть с вами? Да, со мной. Я надеялась, что симпатичного парня дочь послушает. Месяц назад Лиза позвала Кирилла на тусовку к ее однокласснику Соболеву. Она сказала, что ее впервые пригласили в эту компанию. И ей стремно идти одной. Она написала, что родители Соболева уезжают на выходные. Сына оставляют на домработницу. Домработница сваливает к любовнику. И Соболев остается в большом доме один. И уже затарился травой и выпивкой. Попыталась отговорить Лизу идти туда. Разумеется, от имени Кирилла. Она попросила Кирилла не быть таким правильным и скучным. Как вы на это отреагировали? Мне ничего не оставалось, как сообщить обо всем их классной руководительнице. Я вас очень прошу, чтобы этот разговор остался строго между нами. Она донесла информацию до родителей Соболева. Они отменили поездку, уволили домработницу и нашли у сына траву. Лиза поняла, что ее сдал Кирилл. Но на этом переписка не закончилась. Закончилась. Но через неделю Лиза написала Кириллу, что он был прав. И хорошо, что цусовка сорвалась. Я обрадовалась. И стала вести переписку от имени Кирилла сама. А три дня назад она просидела в ванной два часа. Лиза! Лиза, что с тобой? Лиза! Она следующий день попросила Кирилла достать пистолет. Сказала, что учитель изнасиловал ее, и она хочет его убить. Я пыталась убедить ее обратиться в полицию. Но она сказала, что покончит с собой, если кто-то еще узнает об этом. И не сможет жить спокойно, пока насильник ходит по земле. Я читал переписку. Мне пришлось убить его самой. Чтобы моя девочка не стала убийцей. Убийцей. Мне необходимо вас осмотреть. Нужно убедиться, что с вами все в порядке. Подготовить материалы для уголовного дела об изнасиловании. Нет. Я не хочу, чтобы меня осматривали. Ну что? Я не знаю, что делать. Я уже ее и так, и сяк убеждала. Ну не осматривать же ее принудительно. Не, не, не. Это не вариант. Я тоже так думаю. Девочка и так не терпелась. Галь, привет. Привет, Коль. Что у вас там происходит? Нужна твоя помощь. Лиза, освидетельствование необходимо. Нам нужно убедиться, что у вас нет внутренних повреждений. Взять у вас биоматериал для анализа. Это совершенно безболезненно. Никто не будет вас принуждать, но поверьте, это в ваших же интересах. И это очень важно для квалификации действий вашей мамы. Ведь за убийство насильника дочери ей назначат меньше срок. Суд не может не учесть такого обстоятельства. Хотите, я приглашу, чтобы ваша мама поприсутствовала, если вам будет так спокойней. Нет, 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 нет. Пожалуйста. Не надо, мама. Хорошо, хорошо. Никакого изнасилования не было. Что? Я узнала, что эта мать переписывается со мной от имени Кирилла. И специально придумала изнасилование, чтобы его везти на чистую воду. Сдавай меня, тварь. Знаешь, чем я предки за это сделали, а? Ты вообще о чем? О чем? О вечеринке. Ты что, вообще дурак? Я никому не говорила. Ну да. А чего ж тогда вчера твоя мамаша к лосухе прибегала, а? Никому она не прибегала. Ну, конечно. Я Сафронова вчера видела, когда младшего брата забирала с продленки. У меня родители в тот же день сдали свои билеты. Уволили домработницу, устроили шмон у меня в квартире. Интересное совпадение, правда? Да пошел ты. Я просто очень сильно разозлилась. Лиза? Лиза, что с тобой? Лиза? Лиза? Лиза, открой. Я думала, она побежит в полицию, в школу. Этим выдаст себя и попозорится. Ты хотела ее опозорить? Да. Я бы сказала, что никакого изнасилования не было. Что она все придумала, что она сумасшедшая. Я и представить себе не могла, что моя мама, моя мама пойдет убивать. Я думала, она меня не убила. Вы смотрите след на официальном канале YouTube. Не забудьте подписаться, нажать колокольчик, чтобы видеть все свежие серии. Мам, я пошел. А документы на машину у тебя? Обещаешь быть осторожен и внимателен? Я всегда осторожен и внимателен. Тем более сегодня. Мам, удачи. Позвони, как все закончится, хорошо? Конечно. Пока. Оля, это я. Курьер от Лаврентьева был? Хорошо. Приготовь ему заказную форму, я буду после обеда. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Он ваш, а... Да, да, он мой. А вам что здесь надо? Да я на вас, я на вас в суд подал. Субтитры сделал DimaTorzok Оля, найди в моем столе визитницу. Там есть визитка той адвокатской конторы, помнишь, в которой мы обращались? И пришли мне этот номер телефона. Срочно. Лидия Андреевна, скажите, пожалуйста, вот это ваш автомобиль? Да. И что? А то, что несколько часов назад вашу машину пытался остановить наряд ГИБДД. Все точно, это авто Лидия Боровяковой. Это из него парили по машине ГИБДД. Да ладно, хоть не по инспектору. Кто за рулем непонятно. Но это точно не Лидия и не ее партнер. Они бы просто не успели вернуться домой. Где их страшные свидания героически прорвали Березин и Данилов. Ты зря смеешься. После такого стресса у них вообще навряд ли что получится. Дядь, ты про Березина и Данилова? А я не думаю. Они большие профессионалы своего дела. Все у них еще получится. Ну и нас сразу же подключили к этому делу. Мы, естественно, выехали по адресу владельца автомобиля. Когда подошли к двери, то услышали, как нам показалось, звуки борьбы. Ну и действовали по обстановке. На этой машине мой сын сегодня поехал на экзамен. А вы связаться с ним можете? Недоступен. Ну, вы подождите волноваться, рано еще. Возможно, автомобиль у него угнали, когда он был на экзамене. Позвоните в учебную часть. Телефончик найдете? У меня есть. Давайте. Да, скажи. Алло, здравствуйте. Это мать вашего студента, четвертый курс, Виталий Боровиков. Я не могу до него дозвониться, а у нас угнали машину. Вы не посмотрите в ведомость? У него сегодня экзамен был. У него отлично, хорошо. Так он был сегодня на экзамене? Огромное вам спасибо. А он вообще часто телефон отключает? Да никогда, не знаю. Может быть, у него батарейка разрядилась. Итак, Виталий Боровиков, сегодня утром его мобильный перемещался не совсем к институту. Он выключился недалеко от него за полчаса до начала экзамена. Слушай, а прикинь, по времени мог он успеть после экзамена оказаться в области на месте нападения на гаишника? А после экзамена точно не успевал, но он мог успеть туда, если только не ходил на экзамен, а сразу после отключения мобильного понесся в область. Зачем ему туда ехать? А посмотри, он вообще когда-нибудь туда ездил. Четыре дня назад. Его мобильный был в соте деревни Порядье. А дорога туда идет как раз мимо места нападения на гаишников. Но он не мог сегодня там оказаться в это время, если только... Он не был на экзамене? Ну да, реально, для того, чтобы поставить оценку в ведомость студента сам не нужен. Кто ему экзамен поставил? Доцент Вихрева Наталья Михайловна? Она еще не ушла? Поняла. Спасибо вам большое. Ну вы слышали, экзамен у него принимала доцент Вихрева. Так, еще вопрос, Лидия Андреевна. Четыре дня назад ваш сын был в деревне Порядье. Понятия не имею, что это такое. Ну не знаю, но может быть он кому-нибудь в гости туда поехал. Он периодически отлучается на несколько дней. То на экскурсию, то к приятелям. И вы не интересуетесь, куда он поехал? Он уже не мальчик, чтобы я его так жестко контролировала. С учебой все нормально, а так пусть гуляет пока молодой. А с отцом Виталий общается? Да. Ну, насколько мне известно, его отец уже несколько месяцев находится за границей. Хотя, теоретически, Виталий мог воспользоваться его квартирой или, ну, например, отец ему дачу снял. А вы не могли бы сейчас ему позвонить, узнать точно? Могу. Автоответчик. Алло, Евгений, это Лидия. Перезвони мне срочно, это касается нашего сына Виталия. Я прошу тебя срочно. Из машины Лидии Боровиковой обстрелян наряд ГИБДД. Лидия сообщает, что машиной пользуется ее сын Виталий, который уехал на экзамен. Выясняется, что Виталий пропал. ФЭС решает допросить экзаменатора Виталия Наталью Вихреву. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Михайловна, здравствуйте. Можно вас на секунду? На моего студента вы что-то не похожи. Капитан Данилов, федеральная экспертная служба. Что-то случилось? Да, мы ищем Виталия Боровикова, он был сегодня у вас на экзамене. Не совсем. Я ему поставила автоматом, он очень хорошо работал в семестре. То есть сегодня вы его не видели? Видела. За полчаса до экзамена. Он просил встретиться заранее, чтобы в институт не заезжать. Привез зачетку, чтобы я поставила. Так, а где вы встретились? Около парка. А место можете показать? Поехали. Это как раз по дороге. Замечательно. Вот тут мы и встретились. А Виталий был на машине? Кажется, да. Там стояла какая-то машина, Виталий вроде подошел к ней, но я точно не знаю, потому что уехала. Это все. Ясно. Спасибо большое. Может вас куда-то подвезти? Да нет, вы не волнуйтесь, я пока тут. До свидания. Хорошо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Ром, в общем, Виталия на экзамене не было. Он пересекся с Вихревой заранее в парке. Это как раз та сота, где выключился его мобильный. Я нашел следы от машины и был лыжник с кровью. Так что приезжай. Тачку я забрал, тут менты. Прямо на том самом месте. Да, кровь на блужнике, которую Данилов нашел, принадлежит Боровикову. А еще на блужнике фрагменты его волос и эпители. И так ясно. Долбанули парня по голове и угнали тачку. А следов нападавшего на блужнике нет. Потому что нападавший был в перчатках. Черных, кожных перчатках. Не новых. На булыжнике остались фрагменты. Я же уже все сказала вашему сотруднику. Наталья Михайловна, у нас возникли некоторые сомнения. Ну, во-первых, одногруппники Виталия Боровикова не помнят, чтобы он посещал ваши занятия. Наверное, они и сами их нечасто посещали. А во-вторых, зачем ставить оценку в зачетку именно в день экзамена, когда это можно сделать любой другой день? Это уже вопрос к Виталию. Мы не можем его найти. Но мы знаем, что на него напали именно в том месте, где он встречался с вами. Похоже на то, что вы специально его туда пригласили. Что? Да он сам предложил. Почему именно там? Ни в институте, ни где-то на улице. Почему именно в этом безлюдном месте? Вы понимаете, что это выглядит так, как будто его специально заманили? И эти ваши отговорки про зачетку крайне неубедительны. Он меня заплатил за экзамен. Что? Он мне заплатил за экзамен. А место безлюдное, чтобы никто не видел. В институте опасно. А поставить оценку за экзамен без студента не опасно? Он должен был быть на экзамене. Я разозлилась, что его нет. Ну, просто если сразу не поставить, ведомость уйдет в учебную часть. Я решила, что у него очень уважительная причина отсутствовать. Степ! Да? Нет тут ничего. Хоть три раза прочеши. Ни трупов, ни следов волочения. Ну, значит, есть шанс, что Боровиков жив. Хотя это не похоже на случайное нападение, на обычный угон. Похоже, его пасли. Специально. Надо выяснить вообще, что он делал в этой деревушке в порядке. Не думаю, что автомобиль гнали именно в этом направлении случайно. На этой тачке я ехать не могу. Ее уже ищут. Придется бросить. Забери меня отсюда прямо сейчас. Давай, жду. Привет, это я. Нужна помощь, срочно. Можешь глянуть по чеку, что за магазин? Галина Николаевна, мы пробили всех приятелей Виталия. Ни у кого нет жилья в порядке. Но! Одна подруга вспомнила, как Виталий возил ее на какую-то дачу. Места она не запомнила, но направление вроде то. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извини. Мать Виталия. Да, Лидия Андреевна? Ваш бывший супруг позвонил? Да. В порядке находится дача его тетки. Она совсем старая, туда вообще не ездит. За дачи присматривает мой бывший. Виталий там бывает. Виталий не говорит мне, когда туда ездит. Потому что он знает, что у меня с Водцовым очень плохие отношения. Это машина Лидии Боровиковой. Ну, значит, мы на месте. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В доме никого, но в подвале есть кое-что интересное. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ром, видишь, здесь кого-то держали. Привязали скотчем к стуру. На скотче явно кровь. Видимо, он смог разрезать скотч осколком бутылки и выбраться. Да. Но на дворе у калитки следов крови нет. А если он не к калитке побежал? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Степа, похоже, здесь кого-то волокли. Да, но волокли в дом, а не от дома. Ну да, скорее всего, он успел добежать до этого места. А потом его настигли. И поволокли обратно. Да. В салоне следы крови Виталия. Его везли в этой машине. А еще что-то следы есть? Ну, свежие следы его, его матери и еще. На руле следы черных перчаток. Точно таких же. Ну, здесь все, пойдем. Андрей, кровь с дачи не Боровякова. Она женская. И с ней Боровяков занимался сексом. И было это более трех суток тому назад. Ну, судя по крови, побег с дачи произошел не более двух суток назад. Знаешь, что вырисовывается? На даче силы держали девушку. Скорее всего, насиловали. Боровяков не мог этого не знать, так как сам принимал в этом участие. Девушка пыталась сбежать, но неудачно. И где она? И где Боровяков? Да, понял. Адрес скажи. Спасибо. Буду должен. Пока. Познали, да? Чей человек? Вроде в магазине вспомнили. Один местный алкаш. Гришка Кузьмичев. Поехали. Есть совпадение по отпечатку с дачи. Кто это? Григорий Кузьмичев. 54 года. Ранее судимый за кражу. Проживает в порядке. Дальше не поедем. Держи. Будешь тут сидеть. Смотри по сторонам. Если кого увидишь, сразу ко мне. Подъем, урод. Время подыхать. Угнана машина Лидии Боровиковой и похищен ее сын Виталий. Из машины Лидии обстрелян наряд ГИБДД. ФЭС находит угнанную машину на дачном участке в деревне Порядье. Судя по всему, на даче удерживали девушку, с которой у Виталия был секс. Судя по уликам, к делу причастен ранее судимый Григорий Кузьмичев. Но Кузьмичева разыскивает не только ФЭС. Откуда у тебя? Я ничего не знаю. Не знаю. Твои бутылки, чак твой там. Ты бы хлопок упал и это. Ирка звонит. Ирка, ты? Что с тобой? Ты где? Жди там и сейчас. Поехали. Я от вас заберем. Больно. Больно. А-а-а-а-а. Ирка, ты где? Люди! 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 Ползи! Испачкай сиденье и грохну. Давай с ним. Если что, сразу долби по башке. свеже. А-а-а-а. 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 Мы его похитили, который был на этой даче. Чуть-чуть не успели. Они торопились. Стёп, тут отпечаток пальца. Это база данных Минобороны? Шумов Максим Игоревич, 19 лет. Регистрация в Малиновске. Отслужил срочную. Я посмотрю данные биллинга. Так, так, так. Вчера днём он перемещался в Москву. Был в соте, где похитили Виталия Боровикова. Да, но в это время там уже были наши опера. А затем он переместился в соту в порядке и вернулся в Малиновск. Так, сегодня утром он опять был в порядке, как раз перед тем, как наши опера приехали к Кузьмичеву. Его как будто предупредили. Вот, как раз звонок в это время, и после него он сразу уехал. Посмотрим, кто это звонил. Нет, не похоже. Это звонок из Дубинского района. Кстати, по-моему, Шумов как раз сейчас туда и едет. А кто звонил? Юрьева Тамара Сергеевна. Папа! Ирка! Как ты? Ты куда вылез? Ты чего там одного оставил? Ну, хорош, хорош. Успеете еще. Папа, это ее. Она мне свой телефон дала позвонить и чаем напоила. Спасибо. Бери. И помалкивай, ладно? Идем-ка. Знаешь его? Нет, а кто это? Я же говорю! Я не при делах! Отпустите меня! Ага, сейчас. Пока я все не выясню, никуда не денешься. В больнице, наверное, надо. Нет, дома посиди. Пока я все не выясню. Поехали. Мы установили, с кем Максим Шумов тесно контактировал последние два дня. Это Дмитрий Евсеев, бизнесмен из Клавдинска. У этого господина очень содержательный бэкграунд. В 90-е он часто привлекался по обвинению в разбой или рэкете. Но ему каждый раз везло, потому что свидетели или исчезали, или гибели. И он из-за обвиняемого становился свидетелем. И самое главное, вчера утром мобильный Евсеева был в соте похищения Боровикова. Затем он переместился в суд упоряди. И еще, он был в соте нападения на ГИБДДшников. Как раз в момент нападения. То есть теперь у нас есть подозреваемые в нападении на Боровикова и на инспектора? И к очевидению Кузьмичева Евсеев тоже, похоже, причастен. Он в этот момент как раз был в порядке вместе с Шумовым. Так, говори, что тебе надо, да я пойду. Зачем ты Макса одного в машине оставил? И что ты будешь делать с этим мужиком? Да не твоя эта забота. Говори, что тебе надо. Все нормально, я сама. Макса живым привези. Да привезу, не бойся. Нормальный вроде поцел. Жди тут король этого урода. Начнет выделываться, прострели коленку. Только не грохай, он еще нужен. Я сейчас. За что? Я же ни при чем. Я вообще ничего не сделал. Куда? Куда? На место! Хватит ныть, сейчас разберемся. Знаешь его? Видел пару раз. На даче там у нас приезжал с девками. Как зовут? Я не знаю. Только видел его. А ты знаешь его? Да. Это алкаш из порядка. Он там по дачам поселце тырит все, что найдет. Ну и как мы будем выяснять, кто это из вас устроил? Ствол бросил. Руки не опускать, эту башку прострелю. Ты случайно понял? Ночь всех взяли. Евсеева, Шумова, Кузьмичева, Боровякова. Вот меня и вызвали пораньше. А что это за девушка? Ирина Евсеева, дочь Дмитрия. Студентка первого курса института, где учатся Боровяков. Это ее кровь была в подвале дачи. Ее там держали, а ее отец в то время искал похитителей. По-видимому, так. А это ее смартфон. На нем запись. Не надо! Пожалуйста! Не надо! Когда сделана запись? Четыре дня тому назад. Похоже, это та самая дача. Можно понять, кто это делал? Нет. Но, надеюсь, после допроса фигурантов мы пресним ситуацию. Какие отношения у вас были с Ириной Евсеевой? Ну, мы встречались полмесяца. Я возил ее в порядье у моего отца там дача. Ну, точнее, не совсем у него. Ну, мы в курсе, в курсе. Ирина на даче оставалась одна? Да. Она даже жила там по несколько дней. Она же из Клавдинска. А в общаге ей очень не нравится. Когда вы видели Ирину в последний раз? Неделю назад. Я уехал на экзаменную сессию же. А она оставалась там. Виталик уехал. А через пару часов на меня кто-то напал. Спасибо. Повалил. Мешок на голову. Он был один? Я не знаю. Я не слышала разговоров. Ну, по шагам? Кажется, да. Кажется, один. А как он на дачу попал? Дверь была заперта? Я не помню. Возможно, что нет. Что было дальше? Он держал меня в подвале. Но мне удалось выбраться оттуда. Я нашла свой телефон и услышала, как он подъезжает. Я побежала к забору и успела только набрать номер Макса. Это друг моего детства. У нас с Иркой в школе, ну, типа, любовь была. Потом я в армию ушел. Она в институт поступила, уехала. У нее там новое увлечение. В общем, как-то не срослось. Но за помощью она обратилась именно к вам. Ну, а кому еще? Отца она боится. Этот ее Виталик сам на эту дачу привез. Может, просто мой номер раньше попался. И что она сказала? Что ее похитили. Что ее держат на даче этого Виталика. Что она сбежала, ну, за ней гонятся. Потом крики и все. И вы пошли к ее отцу? Потом он повалил меня. Выбил телефон из рук. Вы его разглядели? Нет. Он мне сразу глаза завязал. Он мне всегда глаза завязывал. И что потом? Потом он вез меня в кузове. Там еще были какие-то тюки с одеждой или что-то вроде того. К вам пришел Максим. Пацана сюда не клеить он ни при чем. Это все я. И я готов всем компенсировать. Итак, вы узнали, что Ирина позвонила Максиму. Что было дальше? Поехал к Ирке в общагу. Она там давно не появлялась. Узнал у девок, что за Виталик. Поговорил с ним. Он сказал, что за дача. Мы поехали туда. По дороге вы стреляли по инспектору. По колесам, а не по инспектору. Я что, идиот? Как вы узнали про Кузьмичева? Ну, там были бутылки, остатки всякой еды. И был там чек из магазина. У меня много друзей. Они помогли узнать, что за магазин. Поговорил с продавщицей. Ласково поговорил. Ну, она и вспомнила этого алкаша. А уж у него и обнаружил Иркин смартфон. Я клянусь, я не знаю, откуда у меня этот мобильник взялся. Командир, у меня же дома проходной двор. Ваши бутылки мы нашли на даче. Я же говорю, у меня дома мусор везде валяется. Любой, заходи и бери все, что хочешь. Где вы были четыре дня назад? В тетке ходил. Она мне денег иногда подкидывает. А я ей за это что-нибудь чиню. Клянусь, я ничего не знаю. А этот мужик, он же меня чуть не убил. Если бы ему дочь в тот момент не позвонила, он бы меня точно грохнул. А вчера? Вчера он опять меня куда-то повез. Но я заранее нашла стекло. И прямо там смогла развязаться и высвободиться. То есть в кузове. Когда он притормозил на повороте, я выпрыгнула и убежала. Может приляжете? А вы машину запомнили? Да. Газель грузовая с тентом. Так, а номер? Номер я не запомнила. В тот момент я думала только о том, как бы быстрее сбежать и как бы он меня не заметил. Но пронесло. Потом я пошла по дороге и увидела магазин. Зашла, попросила позвонить. Нет, на даче больше никаких следов Кузьмичева. Так этого не может быть. На бутылках, значит, следы есть, а на мебели нету. Значит, он не врет. Даже если он и был на даче, он не мог вчера перевозить Ирину. Потому что в это время его уже избивал Евсеев. Вы про Кузьмичева? Во время первого неудачного побега Ирины Евсеевой с дачи Кузьмичев был у своей тетки. И она, и ее соседи это подтвердили. По всему, насильник решил кого-то подставить и выбрал для этого местного алкаша. Значит, злодей знает порядье. И он залез с Кузьмичева в дом. А весь дом мы еще проверить не успели. Стой, стой, стой! Если тот, кто сюда лез и оставил где-то свои следы, то, скорее всего, вот на этих вот досочках. Да? Угу. Дай кому. Держи. Да, похоже, что-то есть. Держи. Ну чего? Да тут свежие частички эпидария. Кто-то совсем недавно поцарапался от доски в сарай Кузьмичева. Угу. Как такое может быть? Ирина, вспомните, пожалуйста, вас вчера долго везли, пока вы не выбрались из машины. Не знаю. Ну, мне казалось, что целую вечность. Вы же понимаете, я не совсем была тогда в адеквате. Да, я понимаю. Ну, а качество дороги можете описать? Вас очень сильно трясло. Я бы не сказала. А что? Мы проверили записи ближайших дорожных камер и тентованных газелей, которые там проезжали и в вашей газели не нашли. Как такое может быть? Объяснение одно. Вас держали совсем где-то рядом и, скорее всего, специально петляли, чтобы вы не могли вспомнить дорогу. Я надеюсь, вам это как-нибудь поможет? Ну, я тоже надеюсь, что да. Там всего пара деревень и практически никто не живет. Мы уверены, что вас держали где-то там. Так что завтра мы все прочешем и найдем. Тихо, тихо, тихо. Котомочку поставил, руки поднял и не дергаемся. Ух ты, смотри-ка. Это же Максим Игоревич. А где ваш мобильный телефон, Максим Игоревич? Дома. Я про другой мобильный. И что там? Ну, как мы и предполагали, в контактах только один номер. Ну, что там у тебя все? Кто это? Проходите. Здравствуйте. Приветствуем вас. Папа. Папа, что случилось? Понимаете, какая история? В сарае у Кузьмичева мы искали следы насильника, А нашли ваш эпителий? Угу. Вы поцарапали лоб, когда брали мусор из сарая, чтобы подставить Кузьмичева. И тогда мы поняли, что похищение и изнасилование – это все имитация. Ирина отсиделась где-то и изобразила, что сбежала. Нам нужно было найти это место и установить сообщника. Ирина не могла провернуть все это одна. Макс, Макс, нужно срочно зачистить тот дом, они завтра его проверят. Вот так мы узнали номера, которые использовали ваша дочь и Шумов для тайного общения. Они их купили неделю назад у уезжавших гастарбайтеров. По данным Биллинга, мы восстановили ваше перемещение. Вы с Шумовым заранее приготовили для жизни дом заброшенной деревни в районе Дубинска. Да, и приехали в порядке как раз тогда, когда на ваш смартфон была записана имитация изнасилования. И вот тогда же вы подставили Кузьмичева. Затем вы позвонили Шумову со своего обычного мобильного телефона на его обычный номер. Это вы якобы сбежали первый раз. И отвез он тебя в Дубинский район на заготовленное место. А к вам он пришел рассказать сказку о похищенной дочери. Затем вы похитили Боровикова и начали пытать Кузьмичева. Иркин отец убил бы там этого алкаша. А алкаш же ни в чем не виноват. Но я испугался, позвонил Ирке, мол, давай быстрее, чтобы уже это закончить. И Ирине срочно пришлось имитировать побег и звонить из магазина, чтобы отец не убил Кузьмичева. Но зачем все это? Ирка на занятия забила. Сессию бы вообще не сдала. А Виталий, конечно, подонок. С экзаменом не помог. Да меня тошнит! Физически тошнит от этих идиотских занятий! Нужна была просто уважительная причина. Да нет, дело не в сессии. Вы, в принципе, и хотели забросить обучение. Именно для этого понадобилась имитация изнасилования, психологическая травма. И, пожалуйста, все, отец сдается. А по-человечески разве никак не забыла решить? С ним? Да ему дочь не нужна! Ему только юрист нужен! Он же ведь только о себе думает! А ты о ком думаешь, а? О ком ты думаешь, кроме себя? Меня подставила во! По полной программе! Макса своего втянула! Да все накрылось только из-за Макса! Он испугался, что ты забьешь того, алкаша! Вот я и побежала, не успела за собой прибраться! Дура ты! Шумов ради тебя готов на все. А ты разменяла его ради своей уважительной причины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok